Доброе утро, дорогие друзья! Когда у меня было пианино в детстве, при покупке этого пианино нам сказали, обязательно внутрь ставьте трехлитровую банку с водой холодной, для того, чтобы инструмент не ссыхался. То есть вода из банки, прям внутрь мы ставили и закрывали нижнюю крышку. Вода из банки испарялась, и таким образом инструмент звучал лучше и не портился. С тех пор у меня возник маленький вопрос. Если мы так заботимся о пианино, почему мы не заботимся о себе? Потому что отопление в Сибири очень хорошо жарит, и оно не только нас согревает, но и, ко всему прочему, воздух становится суше. Мы можем это заметить и по комнатным растениям, которые зимой могут, например, начать иссыхать листочки. И по животным, которые обожают, кстати, увлажнители. Вот сегодня несколько простых способов, как можно увлажнить свою квартиру. Самый простой – расставить вот такие резервуары с водой по всей квартире. Это могут быть тазики, ведра, это могут быть вот такие вот небольшие вазончики. Ну, наверное, не каждый будет этим заниматься, да? Ну да, ну периодически это нужно будет обновлять, но у этого ведь есть плюс. Туда будет оседать еще и пыль, собирать таким образом. Да, абсолютно верно, Вася, действительно. Второй способ зимой… Кошка, если у вас есть, согласитесь, ей тоже будет приятно. Да, кошки либо будут пить, либо лапой играть. Они очень любят это дело. Вот. Второй самый простой способ зимой – это открывать на 5-10 минут ежедневно. Не ежедневно, даже 3 раза в день можно открывать окно, потому что влажность на улице зимой 75%. Это оптимально. Кстати, для того, чтобы мы себя хорошо чувствовали, нам нужна влажность от 40 до 75 как раз-таки, да? Еще один вариант. Если не помогают резервуары, вы можете намочить плотное большое полотенце, и это полотенце разместить на батарее горячей. И он будет испарять воду, да? Конечно, да. Если у вас несколько батареек, то можно несколько полотенец использовать. Сейчас я Сашу и Василия попрошу вот эту вот простынь, которую я принесла из дома. Давайте представим, что она мокрая. Вот. Сами понимаете, чем больше площадь мокрого изделия… Держи, Саш, да? Ой, что такая мокрая? Что нужно? Ее тоже нужно на батарею постирать. На самом деле ее можно либо на батарею, либо просто огромное количество. Кстати, белья, которое вы только что постирали и разместили на сушилке, тоже хорошо увлажняет, например, вашу квартиру или комнату. Ну, а вот что касается быстрого увлажнения, то хорошо намоченную, но, естественно, выжатую простыню можно взять в руки и вот так вот ее… Встряхнуть, да? Да, несколько раз встряхнуть несколько раз в помещении. Вот так. Давай попробуем. Держишь крепко? Это очень влажная простыня. С двумя руками вот так вот? Ну, конечно, как будто бы ковер, да, да. Ну, только не так быстро, как ковер, а вот примерно вот таким образом, да. Увлажняйся, увлажняйся квартира. Минус 10-15 походили по квартире с мокрой простынкой, посушили простынку, увлажнили воздух. Ну, это действительно удобный и быстрый способ. Нет, если у вас есть малыш какой-нибудь, можно надеть на него, знаете, как привидение с мотором. Не надо, на ребенка влажную просто не нужно надевать, он заболеет. А вы знаете еще какой способ есть? Если просто часть вот этого полотенца опустить, например, в ведро и положить на батарею, то будет впитывать ткань и… Испаряться будет, да, это влага. Дольше, ну, эффект свечи такой, знаете, как бы. Если у вас есть много комнатных растений, некоторые из них, кстати, отличаются тем, что испаряют очень много влаги из-за своих листьев, это тоже прекрасный способ увлажнения. Ну, зимой все мы берем вот такие штучки, да. Распылитель, да, и на листики. И на листики все это вот так наносим, заодно увлажняя квартиру. Ну, и, наверное, самый, как сказать, современный способ увлажнения – это вот такие вот увлажнители, они бывают разные, традиционные, бывают вот с таким вот распылением. У нас очень современный, у него есть такой, знаете, модный, у него есть дисплей, на котором показано изначальное увлажнение в помещении, затем вы настраиваете его, вот какое вам увлажнение нужно, какое вам комфортно, там от 40 до 75, я еще раз повторю. Ну, кстати, например, книги, мебель, антиквариат очень любят увлажнение от 40 до 60, да, растения очень любят 75% увлажнение, да, так что, ну, а человек сам… Ну, они об этом рассказывали, где проводился вопрос растений. Ученым, ученым. Ну, кстати говоря про увлажнители, на любой кошелек ведь они, да, сейчас есть, и это не такая уж и дорогая игрушка. Есть же маленькие ультразвуковые увлажнители, видели, в интернетах продают? Такие вообще крошечные, вот прямо его кладешь, он тоже там все… Ну, надо понимать, что у каждого увлажнителя есть ограничения, вот как раз-таки в кубических метрах той площади, которую он может увлажнить, да, и бытовые увлажнители не могут справиться, например, с объемом примерно большим 150 кубических метров. То есть, если у вас большая квартира, придется побольше покупать увлажнитель. Ну, и последнее, самое приятное, мне кажется, рекомендация – дарите вашим женщинам цветы, потому что много вазонов вот с такими букетами тоже прекрасно увлажняют комнату. Это хороший совет. Хорошо, можно даже искусственные взять, поставить в настоящие вазоны. Не надо, искусственные. Если у вас жена жива-здорова, живые цветы, пожалуйста, покупайте и слушайте Сашу. Спасибо огромное, Таня, очень интересно. Мне понравилось про простынь. Про простынь? Ну, по крайней мере, первое время, пока я не куплю себе вот такой увлажнитель, я буду вот простынку. Спасибо, правда, я тоже вот задумываюсь о покупке увлажнителя, потому что кого не встретишь, все говорят, особенно девчонки, ой, ой, какие руки сухие, ой, какие руки сухие. Постоянно все только так и говорят, вот надеюсь, что увлажнители дома решат какие проблемы. А если бы у тебя был кот, ты бы понял, насколько увлажнитель важен. Он прилипает языком к твоей коже. Мой кот живет только рядом с увлажнителем, когда я его включаю. И я, судя по его реакции, я понимаю, что это очень круто. Бросай его в ванну иногда. Наша программа продолжит блок полезной информации. Совсем скоро в нашей студии появится много малышей, которые продемонстрируют потрясающие модные зимние шапки.